Первый вопрос повестки дня заседания общественного экологического совета при главе города – работа промышленных локальных очистных сооружений. Тех, которые собирают воду вдоль автодорог и должны очищать ее от вредных нефтепродуктов. Сегодня эти лосы должным образом не эксплуатируются. Неочищенные стоки попадают в море и наносят большой вред экологии. Задача ближайшего времени – провести их инвентаризацию. Чтобы вы понимали, это не город в этом виновен. Это виновны те хозяйствующие субъекты, на балансе которых ставят эти лосы. Прежде всего нужно определить, кто сегодня является балансовым держателем этих сооружений. Проблемы с очистными сооружениями могли бы решаться более эффективно, если бы в Сочи действовал регламент их установки. С его помощью можно было бы создать базу данных лосов. Проект документа уже разработали общественники. Глава Сочи инициативу поддержал. И отметил, город рассчитывает на помощь таких активистов. Вопросом мог бы заняться в том числе недавно созданный на курорте народный контроль. Я считаю, что просто необходима большая секция в каждом районе, которая будет следить за экологией, выявлять, хотя бы сделать первоначальные протоколы и подключая уже природно-охранных работников, в том числе и природно-охранную прокуратуру, для того, чтобы понудить это дело. Как только эта система заработает, все начнут об этом задумываться. Активно подключиться жители курорта должны к борьбе с вредителями зеленых насаждений. Владельцы частных домов на своих участках должны начать обработку растений. Общая задача – максимально сохранить зеленое убранство курорта. Самшитовая огневка ушла в горы и уже не угрожает Самшиту, как это было в прошлом году. Угроза сегодняшнего дня – вредители, пальм и эвкалипта. У нас сегодня предполагается одним из решений сегодняшнего заседания общественно-экологического совета – это инициация нулевых чтений в общественной палате с целью включения шести видов новых вредителей в список карантинных объектов, в перечень карантинных объектов Российской Федерации. Таким образом, город получит рычаги давления на собственников территории, для того, чтобы они проводили своевременную обработку растений, заключали договоры со специализированными организациями. Ведь на кону уникальное субтропическое убранство города. К слову, только за последние три года в Сочи зарегистрировано 25 видов новых для курорта-вредителей. 10 из них – новые и для России.